Приветствую всех подписчиков и зрителей моего канала. Сегодня я приехал в город Людвигсбург на региональную нумизматическую мессу. И вот решил я вам показать, какие монеты там есть. То есть я сделаю обзор, постараюсь снять как можно больше монет, которые там продаются. Если что удастся купить, я обязательно сделаю обзор по покупкам, то есть покажу, что я купил. Ну и так, что ж, приступаем. Это вот первые столы. Тут как бы разложены всевозможные серебряные монеты, инвестиционные. Следующий стол это вот такая вот просто гора монет. Здесь все от 10 центов, то есть я здесь порылся и потом как бы я здесь довольно много монет купил. Именно вот с этого стола. Когда, как говорится, монеты по 10 центов, то это я считаю чистая халява. То есть я приехал специально самым ранним утром, то есть буквально к 7 утра, чтобы успеть как бы до прихода основных покупателей порыться, если получится снять все сливки. То есть я рекомендую, если кто-то приезжает на такие вот выставки, то нужно приезжать не то что к открытию, а нужно приезжать именно даже за час, а то есть за два до открытия, чтобы была возможность как бы в одним из первых войти. Может быть даже как бы раньше, если как бы здесь такая есть, ну, такое понятие как early bird ticket, то есть билет ранней пташки, как он называется. И как бы и там при везении можно купить монеты кое-как. Как я уже сказал, я приехал сюда почти там к 8 утра. И вот вы сейчас видите как бы результаты. То есть я роюсь, ищу монеты разных стран. Вот. Сейчас как бы в следующем отрезке я там у того же продавца, у него был такой стенд с монетами, то есть кроме этой кучи, у него лежали еще такие нормальные уже как бы нормальные монеты, но без монетические. И там я случайно увидел одну довольно редкую монету, которую как бы я вообще не ожидал увидеть. Наверное, вообще как бы она, эта монета то же самое, что встретить королеву Англии, не знаю, в какой-нибудь деревне в Пакистане. Видите, это 12 рублей 1831 года, то есть это платина. 12 рублей на серебро, монеты просто редчайшие, то есть их всего около там тысячи экземпляров в этом году было выпущено. И цена на него, видите, там как бы он написано 18 тысяч евро, как бы, ну, на самом деле она намного дороже, то есть как бы еще не факт, что эта монета оригинальная. Я на всякий случай взял телефон у этого продавца, потому что такую монету нельзя покупать без консультации с экспертами. Это как бы это... Ну, посмотрим. Вот следующий стенд, это как бы вот нумизматическое золото. Вот видите, это 15 рублей Николая Второго. Кстати, хочу сказать, что тот дикий ажиотаж, который был в прошлом году, наверное, царское российское золото, русское, он немножко присел, скажем так, люди подуспокоились. То есть как бы раньше монеты покупались, царские, буквально в первую же минуту они раскупались. Сейчас как бы они лежат, то есть можно посмотреть спокойно. И вот данные 15 рублей, которые я вам сейчас показал, за них просили 1150 евро. То есть как бы цена немножко упала на 15-рублевики. Как вы видите, вот это вот 5 рублей, за нее просили 295 евро. Как бы это вот пошла уже Германия, то есть альбомы. Я смотрел альбомы, довольно разные монеты, то есть разных периодов немецкой истории. Тут Пруссия, разные княжества. Цены, например, на них. То есть есть там монеты и за 5 евро, и за 4 евро, как вы видите. Ну, довольно, скажем так, не очень высокого качества. Есть, конечно, монеты и подороже. Так что можете вот все внимательно посмотреть. Как я уже сказал, это выставка, вернее, не выставка даже, а монетная биржа. Она находится в городе Людвигсбург. Это даже не город, это городишко. Вот за эти вот наборы советских монет, как бы там просили по 30-35 евро, чтобы было довольно дорого. Как бы я не купил их. Это уже стенд, как бы с более серьезными монетами. Видите, это как бы тут уже золото, там серебро, все вперемешку. Есть, как бы, разные периоды немецкой истории. Как бы есть и Веймеровская Германия, есть Кайзеровский рейх, есть, как бы, и Третий рейх. Это вот уже инвестиционное серебро. Как я уже говорил, эта выставка была в городе Людвигсбург. Это даже не город, а городишко, как я уже сказал. Следующая такая же выставка будет здесь в начале декабря. То есть, в принципе, если кто, у кого есть возможность, то в начале декабря, точное число еще неизвестно, можно приехать и при удаче, как бы, купить что-то интересное. Цены, вот вы сами видите перед вами, на разнообразные монеты. То есть, как бы, есть довольно бюджетные варианты. То есть, от 1 евро, 4 евро, 5 евро, 10 евро, 8 евро. То есть, ну, есть, конечно, и дорогие монеты, то есть, которые стоят, там, и от 100 евро, и там, и по 500 евро, и по 1000 евро. То есть, каждую монету можно рассмотреть, вытащить из альбома, в лупу ее изучить. Здесь, как бы, можно прекрасно поторговаться. Как бы, я предпочитаю покупать, как бы, сразу много монет. То есть, когда ты покупаешь, там, у одного продавца, там, допустим, 10-15 монет, то он, конечно, дает тебе очень существенную скидку, которая влияет, как бы, ну, на общую. То есть, это выгодно, на самом деле, покупать именно массу монет. Вот, как бы, эти монеты, я покупаю, вот такие, как бы, они, я считаю, как бы, ну, бюджетный вариант. То есть, для начинающих нумизматов больше подходят. Но они как раз-таки лучше всего и расходятся. То есть, в принципе, сейчас очень много таких молодых нумизматов, или людей, которые не готовы тратить действительно большие деньги на монеты. Здесь даже как-то я читал статью в Германии, проводили опрос среди посетителей таких вот выставок или ярмарок. И там у них спрашивали, то есть, сколько они готовы потратить, там, на монеты. И в среднем этот опрос выяснил, что люди готовы в квартал, по-моему, да, в квартал потратить на монеты не больше 150, 200, ну, от 150 до 200 евро. То есть, в принципе, это не такие большие деньги, как вы знаете, или как вы видите, то есть, как бы, даже здесь в Германии, то есть, ну, это, я еще раз говорю, это в среднем. То есть, как бы, есть, конечно, серьезные коллекционеры, которые тратят очень большие суммы на монеты. Но большинство, как бы, в основном, как бы, хотят, там, в начальном или даже в среднем сегменте цен. И, как бы, в Германии, поскольку там очень много княжеств и очень много монет, именно высокого качества дошло до наших дней, которые, в принципе, стоят не очень дорого, то есть, там, 20, 25, 30, там, 50 евро, есть, там, по 100 евро и так далее. И люди, как бы, с удовольствием это покупают, потому что монеты в прекрасном качестве, в прекрасном состоянии. Ну, и их легко продать. Вот видите, как бы, тут монеты по 2 евро каждая. Как бы, монеты буквально, тут есть современные монеты, ходячка, есть серебро, есть, естественно, всевозможные наборы монет разных стран, нашивки, какие-то медали, вон. Кстати, там, в основном, очень много было немецких медалей, как бы, крестов, ну, представлено. Я вам это сейчас все снимаю. Какие-то есть еще околонумизматические, там, темы, там, есть, как бы, фотографии, немножко, как бы, настольные медали, вам видите, даже какие-то игрушки, значки. Как бы, можно, как бы, на любой вкус, можно было купить все, что хочешь. Как бы, вот еще наборы монет, то есть, как бы, есть, видите, они сложные. Есть монеты, которые продаются по отдельности, есть монеты, которые продаются прямо вот в мешках, то есть, они свалены, там, допустим, чисто по весу металла идет. Вот, видите, как бы, свалены по 30, там, по 40, по 100 монет. Это Кайзер Райх, в основном, или Третий Рейх, то есть, видите, вон, тут целая куча монет, и их продают, в основном, по весу серебра, плюс небольшая наценка металла. То есть, обычно, плюс 10-15%, ну, или 20, там, в зависимости. Вот, кстати, советский, не советский, извиняюсь, российский был, масонский, по-моему, 25 копеек или полтин, но в довольно плохом состоянии. Вот тоже 5 евро, то есть, за каждую монету по 5 евро. Вот российские, опять, рубли, 24-го года, но в не очень хорошем состоянии, как бы, и поэтому я даже их смотреть не стал. Вот еще монеты, то есть, каждую монету по 25 евро, то есть, можно выбрать, видите, довольно там много монет в блеске. Вот золото, в основном, конечно, золото, немецкая герма, то есть, немецкая разных эпох, ну, есть, как бы, вот, видите, и сеятели, например, вот российские монеты, вернее, советские, 50 рублей. Еще различное серебро, то есть, как бы, столов было много, выбрать было, было из чего. И, как я уже сказал, я, в этот раз я прикупил монет, как бы, не так много, как в прошлой моей поездке в город Ульм, но тоже, как бы, мне удалось прикупить несколько классных монет в хорошем качестве. Плюс, я, как я уже сказал, я купил довольно много, довольно дешевеньких монет. Обязательно это все покажу в следующем видео, то есть, на разборе, потому что это уже получается больше 10 минут. Вот видите, как продаются золотые монеты. Вон там лежат с топками, прям выбирайте, там по 500 евро разных, как бы, этих, ихних земель немецких, то есть, княжеств, ну, в основном, в среднем по 500 евро за такую 20-марочную монету, как бы, это 6 с лишним грамм золота. Это уже монеты более высокого, как бы, состояние подороже, это более редкие, то есть, их уже продаются за значительной наценкой, как бы, отдельные, ну, вы сами все это видите. Это вот есть немножко, там, древнего Рима, древней Греции, в этом я, как бы, не особо разбираюсь, это вообще не моя тема, но, тем не менее, я решил вам показать, какие монеты здесь тоже встречаются. Там уже, конечно, ценники вообще, видите, вон, по 1000, по 800 евро, по... Вот, византийское золото. В принципе, так оно не очень прямо уж бешеных денег стоит, вон, по 600 евро. Вот это вот интересная монета, 2400 евро. Вот такое вот получилось у меня видео. Если вам понравилось, ставьте мне лайк, пишите ваши комментарии. Не забываем подписываться на канал. В следующем обзоре я покажу, что мне удалось купить. Скорее всего, я сделал два обзора, потому что я купил очень много банкнот и монеты. То есть, я сделал один обзор по банкнотам и один по монетам. А так, всем спасибо за внимание. До новых встреч и пока! Субтитры сделал DimaTorzok